Проповедь должна быть 10 минут. Поговорите, у нас всегда учили все. 7, 10, 12. Самое много 15 минут, это уже много. Я смотрю, это поучение этого Антония Блюма. Они буквально вписываются в это 7-10 минут. Буквально. Но когда читаешь вашу пробу, там 4, 5, 6, 7, 10, то я думаю, это невозможно. Вы подойти, но вы не обижаетесь, крайность. Вы сказали, что апостол Павел сидели там до полночи, пока Юна Шейфтих не выводился. Это все одно. Но храм. Я говорю до тех пор, 7-10 минут у меня. Как только первый прихожанин или в сторону повернет, или сюда, я понял, уже конец, надо закругляться. Наш митрополит говорит, 30, 40, 50, час манек, скажи. Изнывают люди. Я думаю, неужели при его образовании, прости Господи, я не сужу его митрополитом, он величие, сейчас пусть. Но когда ты видишь, что, или он, как знаете, соловей, который поет, услаждается, я не пойму, почему он говорит, не видя реакции своей проповеди. Его не слышат, его не понимают. У него такое воздействие. Такой лексикон, вы знаете, это эмпирическое восприятие в христологическом образе. И там накрутить такие слова, что ну как могут люди понять, простые крестьяне стоят. Я его не понимаю. Я молюсь сейчас, он стоит, я даже бывало так, что, Господи, прости меня, ну пусть он окончит. Я ему говорю, если не потому, что он мне, я его почитаю, хоть он не очень ко мне, скажем так, благоволит, как это, но я не знаю, почему, даже я знаю, я не буду озвучивать причины. Но я его чту, я его признаю своим архиереем. Я буду всегда, чтобы он со мной не сделал, я не выйду из этих рамок. Плохой, хороший архиерей дается Богу. Ну, патриарх, Бог на Бог дался. Но когда он не понимает, что его не слышит народ, и он говорит целый час, дьякон научился стоя спать у нас, допустим, протодиакон. Иногда они сядут там на подоконнику, аж кропят, умудряются, и подиаконы там. Ну, понятно, что здесь что-то не то происходит. Я могу сейчас продемонстрировать, и вы пойдете, докосите там, послушайте. У нас такой же. Он о чем говорил, переспросил, и никогда не понравился. Нет, ну длинные проповеди нельзя на это. Пусть две проповеди, но говори 5-7 минут. Я думаю. Даже знакомые говорят. Даже знакомые говорят. Ой, да кто там, архиерей служит? Да, ой, я не пойду. Почему у нас-то праздник? Нет, не пойду. А не пойду почему? Что вы из-за проповеди не ходите? Из-за его проповеди. Ну, выйдет, что. Ну, не поймем, что. Я в прошлом году, или позапрошу, на Рожиссу Орю. СМС посылаю губернатору. Вячеслав Дмитриевич. Ну, и так, шутка. Вячеслав Дмитриевич, приезжайте ко мне на службу, на ночную. Там метрополитическая служба будет долгая. Мы уже в полтретьего все окончим. А там что-то 4-х будет служба, да еще проповедь целый час. Он взял ко мне и приехал. На службу мы не ожидали. Ну, правда, побыл, поехал потом к Сульву, там еще туда. Поэтому я говорю, ваши проповеди я читаю, но мысли беру оттуда. Ну, и длинные проповеди, вы мне не говорите сейчас, я не уловлю это, размоется все. Нужно 2-3 мысли. Я стараюсь всегда проповедиять схему. Начало, середина и конец. Если я сбился, вышел из этого графика, очень сложно, бывает такой провал памяти возрастной. Говорю, говорю, знаю какое-то излечение на память. Ушло. И начинаю уже тогда хаотично, и потом вспоминаю, говоря, сам вспоминаю, чем я должен окончить. Длинную проповедь, вы мне много сегодня скажите, надо дай Бог сейчас обвозговать и построить, чисто так вот, ну, мыслить и высказать о покаянии. Знаешь, я высчитал, вот проповеди Лотоуста, здесь я вам дам свободно выступать, простите. Там давайте я сам, как получится, так и скажу. Не, я у себя там, а здесь я вас попросил, здесь я, ну, скажем, настоятель храма своего, а там я чисто так. В домашних условиях мы договорились, а как начать занятия. Начать занятия. Вот это вот корень первоначальника. Я из Лотоуста в греческом переводе посмотрел, сколько у него букв. Сравнил с русскими, разница, коэффициент вывел. Учитывая, что тогда монетахона не было записывали на Таре, мы можем предположить, что запись примерно 0,86 выходила только у него. Остальное было утеряно. Теперь мы не знаем, как он говорит. И до 13 томов. Ну, то есть, чтобы высить, я как следователь должен был рассудить это дело. Я нашел, что средняя проповедь Яна Лотоуста была 33,5 минуты. Каждая проповедь. Были проповеди больше, были меньше, но я специально много занимался Лотоуста, насчитывал. И поэтому сказать, сколько чего нам нужно, можно за 5 минут настолько утомить, что человек не знает, слушал или не слушал. И можно 30 минут, то люди до конца рукоприскали, он говорит, чего он, рукоприсчике. Согласен. И каждый раз они ожидали на выходе на Таре, тут же продавали то, что написали. Ну, те же жить не могли. Слово должно быть живо и действенное, привязанное к сегодняшнему дню. Вот я, допустим, верусь на завтрашний день рождения на Кресителе. Я тебе сказал о чем? Тоска в народе правды. Люди устали в этой лжи, жить. Ну, кто бы вышел и сказал, наконец, этот пророк появился. А мы его память празднуем, а я вам дозовут, говорит, праздновать святому, лучше это подражание ему. Что толку, если обливаете друг друга водой, говорите, я на Кресителе, а живете, как обыкновенные в антимстайке, а ты подражай ему. В первую очередь, от многого отрекся. Второе, видел неправду, не играл в собственной совестью, несмотря на последствия. Он знал, что его не послушает, он не мог не знать, зная злонравность ирода, и что он на поводу у жены идет. Но, однако, он шел до конца. Вот это у нас нет, и поэтому наше празднование, оно уже бывает кривобокое, лукавое. Один раз нужно перешагнуть это, я должен сказать все. Последствия, последствия меня не интересуют. Последствия берет Бог на себя. Вы дальше сказали, я его уже отшлепил, мухобойки, и тому другое. А сегодня говорят, ребенка накажет, он убежит из дома. Наказать повелевает Бог, а что убежит, Бог берет последствия на себя. Вот надо как рассуждать. А тогда дальше, я просто пощакнуть хотел. Теперь, вы дорогой сказали о десятине, помните? Да. Да. Я просто разговариваю с людьми, которые себе, скажите, вы делаете различие между благословением и проклятием. Ну как же, это же... Ну а что именно такое благословение? Вы попробуйте поговорить с людьми, а не кромочкой могут ответить. Ты покажи на основании Слова Божия. Это разумение Священного Писания, благословение. Уши мои открыты слышать, Дух Святой, что скажет. Уши мои открыты к тому, чтобы сказанное воплотить в жизнь, если ты это слышишь. Это благословение. Дети будут у тебя послушать, ну и дальше все перечисляют. А проклятие? Ну проклятие будет наоборот. Скотина подохнет, жена бесплодная, дом развалится, враги всего тебя заберут, пойдешь в плен, ну перечисляют, что такое проклятие. Теперь, народ, а что вы хотите? Благословение или проклятие? Что спрашивает-то? Христос спрашивал, хочешь ли быть здоров? Что тут спрашивают-то? Какой больной хочет быть? Ну хочешь ли быть? Ты в простоте ответь. Да, хочу. Хочешь ли благословение и проклятие? Я людей спрашиваю, с кем беседу. Конечно, благословение. А знаете, как его получить? Ты думаешь, батюшка подошла, бачка благослови, Бог благослови, но он даже не знает, куда ты пошел, в какой винный магазин бутылку покупать. Вы в это не верите. Благословение Бог дает. И вопреки вашему благословению Бог ничего не даст. Почему Феоцарный Затворник говорит, батюшка говорит, благословляю, а Бог скажет, не благословляю. Что сбудется, Твое или Божие? Ну просто. А как благословение? Я знаю, вот это начальное, сначала благословение, а вот основное благословение будет в посередине. Первое благословение Абрама. И оно выглядит очень непритязательно. Просто сказано, как бы располосим в воздухе. Но оно коснется каждого, коснется и тебя. Сейчас, сразу. Никогда не проклиная народ Божий евреев. Благословляющий тебя благословен будет. Проклинающий тебя будет кровь. Считал? Все. На этом остановимся. Еврейский народ не прикасает. Они обобрали, они там взяли. Повторяю, ты можешь только благословлять его. Как? Господи, откроем глаза. Что они делают? Как они издеваются над русским народом? Сто миллионов жертву принесли, как Достоевский предсказал. Они все раздирают, но обрати их, коснись их духом святым. Допознают они своего истинного Бога, Мессию. Вот благословение. А в том, что бей жену, спасай Россию. Второе. Заканчивается Библия. Веселедов. Хайхочет ли благословен? Третья глава. Господь обращается ко всему народу и говорит, вы, весь народ, вдова, неводеза, проклятием проплиты вы. Накадусь другу. Почему? Вы, весь народ, обкрадывайте меня. Чем мы обкрадываем? Десятины и приношения. Принесите десятины в дом Божий. Не открою ли небесные окна для вас, говорит Господь. Люди говорят, вот я сколько купил, свечку. Бог не сказал о торговых операциях и о том, что вы здесь будете выдворять. Это дом торговли вместо дома молитвы. Главное, это в том, что вот сто рублей, по кресочкам смотри, они в сто рублях девяносто, десятка Божия. Иначе как бы я Бога обкрадывал-то? Десятины обкрадывайте. Это мое изначально мне принадлежало, ты бы не заработал, я тебе дал. Я тебе дал, а ты ее не отдал. Десятина это принадлежит, вот сюда эту группу нужно положить. Вторая десятина. Вторая десятина, это Тавит-один Божий. Она принадлежит на постройку, храмам, все остальное. И третья, твое, это драгородная, нищие. Вот как. Я рассказываю, когда они против, там что-то. Я нищец только на того человека встретил, который понимает это. Я ничего не знаю, столько-только покаялся. И вдруг заговорили о десятине. А что это такое? Это десятая часть. Я подумал, Господи, дай мне понять. И вдруг у меня как ваша молния в дерево ударила, расколола меня. И я решил отдавать девять-десятина. Я 50 лет прожил при этом на калии. Вот почему я ничего не могу есть, ничего, потому что у меня все ушло туда. Девять, из старого лет девять-девяносто я отдавал пятьдесят лет всегда. Поэтому на двух, на трех работах работал. И людей, которые одну-десятина не хотят отдавать, их оборудовать ничто не может. И нынче вдруг мы встретили среди сектантов, один работает, девять ребятишек, последнего нахочает девятера. И он мне говорит, а я всегда плачу пятьдесятин. Я за 50 лет только одного встретил этого сектанта. Так у батюшка, я говорю, в этот раз такой я жил, а тебе не дано рассуждать об этом. Бог повелел. Ты не ему отдаешь, а Богу. А куда десять лет он показал. А куда вы деньги девали? Батюшке все не отдавали. Я давал сколько положено. Но остальное мы собирали и отдавали баптистам, которые печатали в тайном подземельях Евангелие. Их сажали, их давили. И эти Евангелия пошли уже от моего имени в народ. Почему у меня дом сегодня полный чаши? У меня столько книг, ни у кого столько нет. Ну я просто назову только 50 тысяч экземпляров. Ты же понимаешь, что это такое? Это Бог делает. И когда ты для Бога избрал от этого, я всегда должен был расслаблять еврейский народ и отдавать десяти летам. Все остальное входит в это. А как книги связаны? Хочешь быть благословленным? Благословляй. А как враги? Врагов нет. Они есть, но они не враги. Вот у нас есть такая у него проповедь, такая проповедь, зло люди могут тебе творить, но сотворить не смогут. То есть они намерены, они стреляют, они поймали, там дочь твою убили, а тебе не сделали зла, потому что ты отблагодарил Бога, это пошло как имя, как жертва вещей. Все. И люди, ты говоришь, вот он упал, заснул, не заснул, ты будешь видеть кающихся и рыдающих, плачущих и воптящих перед Богом. Мне однажды Господь позволил быть в городе Кызыль, это Хакасия. И меня пригласили на собрание вовсе соотделенное. Они говорят, мы разделились, у нас такая вражда идет, зарегистрированная. Все начали. Все начали. А меня привел один туда человек, а никто не знал, и даже он не знал, что я православный. Попросили выступить, и они для общины приберились. Какой плач у них стоял один. Так молились Богу. А в дальнейшем один из них, тресвитер, который был, сделался в течении, как пришел, принял православную веру. Слава Богу. Вот об этом относитель Иоанна Кресителя. Скажи, я призываю вас, хотя имеем все для нас тажды, научиться жить бедно, довольствоваться малым. Каждый день смотрю на это отрешено. И это не мое, и это не мое. Я всего лишь сидеть. Бог дал мне правильно распорядиться, а распорядитель в доме его. У людей так-так, это мое. Слово мое должно быть истреблено. Оно не мое. Оно изначально не мое. Давайте помолимся, Гнатья Петрович. Помолимся, давайте. Быстрее, вот и святая, трапезия, мучая небесного хрена, Христа Бога нашего, от него же всякой линии мира, и отяка жилища, всех, боговицы, питателя, честнейших и верим, и славнейших, без сравнения с Рафи, безострения Бога, слава Рожьего, сущего, грозного речения, слава Отцу и Сыну, на святого духу, имей и преснов, и в веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови с нами, Бог в своей благодать, и человек вверх, всегда, на непреснов, и в веки веков, аминь. Аминь. Спасибо.